всем привет сегодня 29 число 11 часов утра а это значит что через один час моя самоизоляция заканчивается начну с самого начала на следующий день после того как я приехала а видео о том как я ехала из украины в корею на него ссылку и оставлю здесь в описании на следующий день ко мне позвонили и сказали что мне надо пройти обследование то есть стать тест на коронавирус звонили мне из нескольких номеров то и звание из больницы и какой-то человек который ответственный за меня все это происходило на корейском я естественно сразу же спрашивал может ли этот человек разговаривать на английском но нет поэтому опять же повторяюсь как и в прошлом видео что желательно иметь какую-то базу корейского языка чтобы хоть как-то понять если честно удивилась что я очень даже много понимала а если не понимала то я как-то догадывалась то есть предложение я уловлю там два-три слова и уже как-то в голове у меня складывается смысл то что они хотят мне сказать сказать так как я машину не вожу мне предложили чтобы меня забрала машина из больницы естественно я согласилась поэтому часа в два дня мне приходит звонок что выходите за вами приехали выхожу я там скорая помощь то есть меня посадили скорую помощь и забрали на проверку ну что я еду на обследование меня встречает это скорая помощь и звонили мне даже это же как-то общаюсь с ними присутствует на действительно корейский вырос так что буду ждать скорую помощь и еду в больницу саму больниц я не заходила вход больницу такой как да сам вход больницы он заклеен такой как пластиком таким у меня было два этапа первое это такая маленький домик туда я зашла там за стеклом работник вы все в этом костюме защитным он записал мои данные провел как анкетирование о моем здоровье даже спрашивали кую я или нет замужем ли нет то есть там было подробное анкетирование а после этого уже опять же на улице стали две такие будочки и там за стеклом стал человек наружу просунут руки в перчатках таких резиновых и так у меня взяли взяли тест на коронавирус этот тест не тот который что показывает раньше ли я болела если меня антитела а это тест который показывать болею я сейчас поэтому мне взяли анализы ватной палочки со слизистой рта и носа после этого мне выдали такой пакет и там были разные штучки кстати ко мне относились очень бережно и очень внимательно и я бы сказал по-доброму то есть так с пониманием я только что приехала из больницы мне проверялись давала это сейчас расскажу что мне что мне удивило в общем так как мне нельзя выходить никуда то есть я не видела как люди ходят и мне было интересно носят ли маски в корее оказывается знаете по моему все носят я видела очень мало людей которые ходят по улице даже пустая улица все равно человек идет маски то есть довольно таки ответственно к этому силу относится при том что я живу в таджоне таджон это кора довольно таки большой где-то полтора миллиона и здесь всего пациентов 165 пациентов которые заболели на коронавирус ну и еще в больнице мне дали вот такой вот пакетик сейчас покажу что там я сама еще не открывала сейчас посмотрю очень куча каких-то бумажек так вот здесь прям целая презентация что ли все на корейском английском то то что я подписывала до единственный минус то только то что это все на корейском так что это а это спрей для стерилизации понимаешь чтобы брызгать себя когда я пришла откуда-то либо что-то такое в общем антибактериальная штука дальше это маска 2 маска это что она сюда и так понимаю выбрасывать весь свой мусор вот такая вот такой вот пакет 1 2 сколько 3 штуки следующие опять бумажечки разные всякие номера здесь еще потом это что это такое кувыринг и что это по это понимает а тоже но это для рук да вот для кель для рук то есть антибактериальный это спрей это гель и нажимая заказала себе это термометра это да и там него дали термометр да да этому термометр я вот только что рассмотрел рассмотрела и вот так посмотрела у нас этой стороны написано вот этот термометр который не да мне нужно будет вернуть после того как я проведу карантин ну а что я делала во время карантина так это мне было не очень много дел я спала ела убиралась и собирала все что я там раздумала и так далее разбирала чемодан монтировала видео и смотрела youtube и сериала за это время посмотрела все четыре сезона бумажного домика чтобы понимали вот сейчас покажу что я привезла себе из украины этого домовичка я еще пришла прошлый раз это мне мама подарила может вы помните из прошлых видео а вот это я себе заказала прям специально как под меня мотанку такую вот красивую она такая красивая просто не могу просто посмотрите на эту красоту она сделана вручную все это вышивка вышивка тоже под регион откуда я из украины из слабожанщины такая вот традиционная вышивка я заказывала цвета а девочка уже она посмотрела мои фотографии и то как я хотела она сделала примерно как не знаю как она меня видела раз уж на то дело пошло сейчас покажу что я привезла в подарки вот такая вот чашечка это папе сэм вот думаю им будет приятно вот маме сэма и бабушки бабушки вот еще такой красивый платок все знают такие платочки думаю видели ручка такая вот не знаю кому кому то так это когда мы были на тенерифе на канарских островах вот купили мой папа купил как маме сэма вот такие вот сережки с тенерифским жемчугом и вот крем крем для бабушки и для мамы сэма а вот сейчас покажу что сэму первое это естественно его самые любимые конфеты это пчелки второе я читала эту книгу на украинском вот купилась она на английском это история украины вот она так красиво оформлено тут с комиксами ну мне очень понравилось честно тут все так собрано лаконично и понятно и вот еще такая вот футболка сейчас покажу вот вот еще одна забыла это фарту бабушки сэма второй бабушки не его распечатать не буду я себе купила в принципе такой же вот красивенький а а суд и и и и Ну а це я називаю як мед то ложкою. Не знаю так. Так треба їсти каунад. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Так как мне нельзя было выходить даже в подъезд, у меня происходил такой себе обмен с мамой Сэмом. То есть она в тамбуре мне оставляла продукты, а я и мусор. Я, кстати, так придумала, точнее Сэм придумала, что здесь в Корее делится мусор. То есть там есть общий мусор, где разное, что не перерабатывается, пластик, бумага. И есть еда. То есть так как лето, естественно, это все воняет. Поэтому что я делала? Я собирала этот мусор и замораживала. И ничего не воняло. Мама Сэма мне передавала разные овощи, фрукты, иногда даже какие-то там блюда, мясо. Сама мама Сэма работает на базаре, и мы живем возле базара. Поэтому все фруктики, овощи ко мне приходились свеженькими. А в общем, каждый день у меня начинался из того, что я должна была проверять свою температуру. И заносить данные в специальное приложение, которое также отслеживает, где я нахожусь. Должна заносить все свои симптомы и какая у меня температура. Это надо было делать два или три раза в день. Это все отслеживается, эти данные передаются в больницу. Кстати, у меня был такой случай, что мне звонили разработчики, я не знаю, работники этого приложения, говорили, что они меня не видят. То есть вышло или куда-то в зону своего места пребывания. Я поняла, что если закрыть это приложение, то сбивается, и оно меня не видит. То есть всегда надо было оставлять его открытым. И я могла видеть, что они меня отслеживают, потому что возле времени на моем телефоне он показывал такую стрелочку. Это значит, что кто-то меня отслеживает в моем местоположении. И почти в конце каждого дня iPhone присылал мне такое сообщение, что это приложение использовало мое местоположение 6 раз. То есть они периодически меня проверяли. Ну а 27 числа, то есть позавчера, мне позвонили больницы, сказали, что на следующий день не нужно пройти повторный тест на коронавирус. Ну я же подумала, наверное, ко мне опять приедет машина, заберет меня, отвезет. Но они говорят, в этот раз вы можете сами на такси поехать, просто наденьте масочку и перчатки. Ну я пошла, словила такси, доехала. Там все произошло очень быстро, мне раз-два взяли этот тест и все. Я дала им, естественно, термометр, который мне не дали. И все, я думаю, это конец, я подошла к ним, это все? Конец говорит, ну да, все. Так, впервые за две недели я выхожу. Вроде бы ничего не забыла. Что? Верки. Если честно, то так необычно на улице идти, после двух недель постоянного пребывания в доме, ну очень необычно. А тут еще люди есть, поэтому я еще сижу, жду. Вот там будет мне брать тест, еще один, и все, и конец. А сегодня мне уже пришли результаты, что тест негативный. А, да, кстати, там же тоже мне пришел тест негативный, когда я только первый раз давала, на следующий день сразу же. Также мне пришло сообщение сегодня о том, что после 12 я могу удалить приложение. То есть надо придерживаться дальше, быть аккуратной, надевать мозг и так далее. Но самое главное, что вот уже через час я удалю это приложение и буду свободна. И могу уходить куда хочу. Но так как у нас сезон дождей и сейчас бесконечные тут дожди, я никуда не собираюсь идти. Единственное, что я могу, это пойду к родителям Сэма и наконец-то отдам им свои маленькие сувенирчики из Украины. В общем, весь мой карантин прошел хорошо, спокойно, я отдыхала. Поэтому не бойтесь. Те, кто собирается ехать, все пройдет хорошо. Главное придерживаться всех мер безопасности. Ну все, всем пока! Вот еще одно мне задание, так сказать, развлечение во время карантина. Еще, не знаю, до карантина еще такого, как я ездила в Украину, я себе купила такой вот альбом. Вот туда можно отклеивать и клеить фотографии. А фотографии, так как намного дешевле это сделать в Украине, я распечатывала в Украине. Вот некоторые я скомпоновала. И теперь вот так, к примеру, я их скомпоновала, я их буду разрезать и клеить. То есть у меня есть, посмотрите, какая стопка этих фотографий. Это примерно с того времени, как я познакомилась с Китая. То есть вот мы познакомились, я решила во время нашего знакомства вот собрать такой альбомчик. Я уже тут вот столько нарезала и все по зонам разделила. Это Станарифе, это как в Украине были, это с Китая, это в Корее, это в армии, это в Украине. Это в Украине, это свадьба. И кто тут со мной на связи? Это украшка. Это мама. Это мамочка. Это мамочка, да. Мама у нас теперь бизнесвумен. Ну, готовлюсь, тренируюсь. Да, тренируется. Вот так вот. А я сижу вот, вот это вот все режу и разговариваю. У нас видеосвязь. Да, мы так привыкли общаться. Что ты хочешь сказать? Я говорю, привыкли общаться с этими днями. А теперь мне таки скучновато. С папой так не посмеешься над всякими... Можешь мне... Могачами. Продолжение следует...